Привет, ребята, и добро пожаловать в Shoot You By It, где все что мы делаем, это немного говорим об игре и о том, считаем ли мы, что она того стоит. В тени монстры сходят с ума от жажды крови и плоти. В этом эпизоде мы будем играть в Monster Hunter Rise, кооперативную игру с боссом от третьего лица, в которой вам и до трех друзей придется работать вместе, чтобы выследить и победить множество различных монстров. Первый вопрос, который мы всегда рассматриваем в этих видео, заключается в том, на какой стадии разработки находятся игры. И в данном случае Monster Hunter Rise в настоящее время полностью выпущен и теперь доступен на коммутаторе и ПК за 60 долларов. Так что же это за игра? Ну, Охотник на монстров. Восстание — это новейшая часть серии Охотников на монстров, которая привносит в франшизу несколько новых механик. Поскольку игра также недавно вышла на ПК, мы будем получать обновленную графику для игры. Теперь ты, возможно, уже играл в серию игр Monster Hunter, но прежде чем мы рассмотрим все различия, которые эта версия привносит во франшизу, давайте сначала познакомим всех с тем, что такое Monster Hunter как игра. Охотник на монстров — это игра в стиле RPG, в которой тебе будет поручено охотиться на опасных существ. Они широко варьируются в разнообразии с такими вещами, как драконы, виверны, хищники, медведи, кролики, летающий тигр, тэ, рексы, также известные как Тигрикс и многое другое. Охотник на монстров использует систему, основанную на миссиях под названием Охота. Каждый раз, когда ты отправляешься на один из них, тебе обычно будет поручено уничтожить одно из многочисленных существ игры, у каждого из которых есть свои собственные запасы добычи. После победы над монстром у него выпадут разные части тела, которые могут варьироваться в зависимости от того, как и где вы его повредили. Эти детали затем используются для создания лучшей брони и оружия, чтобы сражаться со все более сложными боссами. В этой игре довольно много сложностей, с которыми ты можешь играть. Они представлены в виде основной квестовой линии, которая традиционно является одной из самых простых форм контента, а также центра сбора, в котором есть монстры, предназначенные для четырех игроков одновременно. По мере продвижения в центре сбора также появляются значительно более сложные монстры, чем те, с которыми вы можете сражаться в основной сюжетной линии. Для того, чтобы справиться со всеми трудностями, с которыми ты столкнешься, игра предоставляет игрокам расходные материалы, лучшее снаряжение поликос, которые являются домашними кошками-поламутами с искусственным интеллектом, к которым мы вернемся позже. И, наконец, множество различных видов оружия, соответствующих твоему стилю игры. Монстр Хантер Райс поставляется с 14 различными видами оружия на выбор. Некоторые из них могут быть чрезвычайно трудными, в то время как другие довольно просты в освоении. Некоторые примеры — это действия по переключению лука, зарядный клинок, длинный меч, двойные клинки и охотничий рук. Каждое из этих видов оружия играет существенно по-разному и потребует от тебя победы над боссами по-разному. Чтобы привести тебе пример, у лука на самом деле не самый лучший ДПС в игре, но поскольку вы можете атаковать монстров на расстоянии, это дает вам чувство безопасности по сравнению с оружием ближнего боя, таким как двойные клинки, которые требуют, чтобы вы были очень близки и лично с вашей целью. Восстание охотника на монстров также привносит несколько новых механик во франшизу. Некоторые из основных функций включают в себя такие вещи, как проволочные жучки, поламуты, более широкие, а также режим письма и ярости. Проволочные жучки, по сути, действуют как новый ресурс, который ты можешь использовать, чтобы быстро двигаться в одном направлении. Они также могут быть смешаны с твоими способностями, чтобы создавать уникальные эффекты с каждым оружием. Например, у лука есть атака проволочного жука, которая поднимает вас в воздух, а затем позволяет вам стрелять залпами стрел в ваших врагов. У каждого оружия также есть свои уникальные движения с проволочными жуками, что добавляет много глубины множеству различных видов оружия, которые есть в Monster Hunter. Еще одна важная особенность — поламуты, которые используются для пересечения довольно больших биомов. Это существа, похожие на собак, которые, по сути, просто действуют как твой род. Они также могут сражаться за тебя так же, как поликоз в предыдущих частях Охотника на монстров. Лично их дрейфующая механика была супервеселой, и это дало мне серьезное ощущение от Марио Карт во время путешествия по карте. Последние две основные механики, которые предлагает монстр Hunter Rise, это написание Виверн и режим Ярости. Написание Виверн, по сути, делается путем нанесения достаточного количества определенного типа урона монстру, что затем позволит вам забраться на них и взять на себя управление ими на короткий промежуток времени. Это можно использовать либо для атаки другого монстра этим монстром, либо для того, чтобы попытаться врезать монстра в стену, чтобы он упал, и вы можете нанести ему сочный-сочный урон. Режим Rampage, по сути, является заменой битвам с гигантскими монстрами в предыдущих играх. Они действуют как защита башни, где вы можете настроить НПК, которые помогут вам сражаться с несколькими крупными монстрами одновременно. Это также позволяет игроку на самом деле сосредоточиться на борьбе с монстрами, а не просто заряжать пушки и рассылать баллисты в течение всего дня. Как мы все знаем, это не слишком весело. А теперь давай перейдем к разделу за и против видео. Первое место среди профи — это паламуты. Есть просто что-то в том, чтобы дрейфовать по углам и летать по местности, которая дает. Пала отвечает этой атмосфере Марио Карт, которая делает путешествие веселым и интересным. Все в них, начиная с их мобильности и заканчивая тем фактом, что они помогут тебе сражаться в бою, является потрясающим дополнением. После этого идут проволочные жучки и то, как они усиливают каждое оружие различными атаками проволочных жучков. У каждого оружия есть значительно отличающиеся способности к проводным ошибкам, такие как атака с двойным вращением лезвия или тире с переключением осей, чтобы быстрее переключать калибр. Еще один профессионал — механик верховой езды на виверне. Поскольку это было полезно, а не просто пустая трата времени, например, колоть монстра, пока он не упадет, как мы видели в других играх, таких как Monster Hunter World. Следующий для профессионалов — режим Rampage, который является огромным улучшением по сравнению с битвами с большими осадными монстрами из предыдущих игр. Я лично не знаю никого, кому нравилось бить гигантских драконов по заднему колену, пока они не решили покинуть деревню. Монстр Hunter Rise также приносит обновленную графику с версией игры для ПК. Это позволит увеличить графику до 4К, что выделяет их по сравнению с версией игры Switch. 22 новых монстра также были добавлены и выросли, что означает, что вам предстоит иметь дело с более уникальными боями и механикой. И, наконец, для профессионалов, это простой факт, что, надеюсь, к лету 2022 года выйдет новое дополнение. Это действительно не так уж далеко, и если тебе действительно нравится франшиза, это просто то, чего стоит ждать с нетерпением. Теперь о минусах. Первый вывод заключается в том, что на самом деле почти нет истории подъема, и хотя да, она есть, в ней просто нет так много глубины и не так много. Теперь, чтобы быть полностью справедливым, Охотник на монстров никогда по-настоящему не был сюжетной игрой, за исключением мира Охотников на монстров, и даже тогда история скорее второстепенна для боя и сражений, в которых вы участвуете. Так что я оставлю это на твое усмотрение, действительно ли это мошенничество. Второй недостаток, который у нас есть с Rise, заключается в том, что в текущий момент времени нет перекрестной игры. Я действительно надеюсь, что возможно, они подумают о добавлении этого, если смогут. Но на данный момент вы не можете играть с игроками на коммутаторе, если вы находитесь на ПК. Я знаю, что это действительно прискорбно, так как многие люди не хотят тратить лишние 60 долларов только для того, чтобы иметь возможность играть со своими друзьями, у которых это уже есть на Switch, или уже есть на ПК. Теперь пришло время для рейтинга игры, и когда мы совершаем набеги на игры, мы хотим получить один час удовольствия от каждого доллара, который мы тратим на игру. Так что для этой игры, в частности, в Monster Hunter, Rise, мы хотели бы получить примерно 60 часов удовольствия от 60 долларов, которые мы потратили. И после того, как мы потратили более 24 часов на эту игру, мы даем ей 9 картофелин из 10. Еще раз, Capcom представила удивительное дополнение к франшизе с Monster Hunter, Rise. В Rise добавлено так много новых механик, и каждая из них вносит свой вклад в игровой процесс уникальным и интересным способом. Приятели немые добавили столь необходимую мобильность и погружение в мир, в то время как проволочные жуки привносят глубину к боевую механику каждого оружия по своему уникальным способом. Охотник на монстров. Восстание приносит массу новых интересных монстров и множество любимых фанатами, которые не были включены в мир Охотников на монстров. Несмотря на то, что в игре немного тусклая история и в настоящее время нет перекрестной игры, все остальные аспекты игры были невероятно приятными, и поэтому мы считаем, что можно с уверенностью сказать, что Охотник на монстров. Восстание определенно стоит того. Прежде чем вы, ребята, уйдете, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и подписаться, так как мы каждую неделю выпускаем несколько новых видео, и ваша поддержка – это то, что делает все это возможным. Если ты хочешь поддержать нас еще больше и получить некоторые интересные преимущества, ознакомьтесь с нашей программой членства, которую можно найти в кнопке «Присоединиться ниже». В противном случае, большое тебе спасибо за просмотр, и мы увидимся с тобой в следующий раз. Продолжение следует...